Эту дверь Борис Паулович Михня открывает вот уже 45 лет. Именно столько сезонов он служит Тверском областном театре драмы. Но 4 мая рабочий день получился особенный. Артисту и режиссеру исполнилось 70 лет. В честь юбиляра в театре поставили один из его самых известных спектаклей номер 13 «Беспорядок». Как говорит сам Борис Михня, всей этой многолетней сценической деятельности могло бы и не быть. Работая следствием по ремонту тепловоза в Кишиневе, он даже не думал о театре. А вот мама хотела для сына творческую профессию. Причем задатки у Бориса были. Отец, известный молдавский румынский поэт Паул Михня, передал сыну свой литературный талант. Я выписал себе билет до Ленинграда через Москву. И оказалось, что приехал в последний день, прибился какой-то в атаке ребят, которые говорили, надо в щепку сегодня идти. Проторчал там целый день. Ну и каким-то образом поступил. Счастливый случай этому поспособствовал или нет, но более 40 лет Борис Михня играет на сцене и ставит спектакли. По его собственному определению, театр – это то, что происходит между подмозгами и зрительным залом. Это не что иное, как химия. Зал откликается, сочувствует, смеется или спит. Но тогда уже химии нет, если зал спит. Конечно, за годы работы в театре у Бориса Павловича было всякое. Как он говорит, были как моменты неудовлетворения, так и удовлетворения. Ему нравилось играть Джима в «Продавца дождя», Мюнхгаузена, «Живакина в женитьбе» или «Убийцу в сестрах». Он интересный характерный артист. У него ряд интересных было работ. И будут, я надеюсь. А как режиссер, он очень хочет ставить спектакли. Причем те спектакли, в сценарии которых он по-настоящему влюблен. Ярким примером является спектакль английского драматурга Рея Куни «Номер 13. Беспорядок», который идет на сцене Тверского театра драмы уже 13 лет. Придумали мы там много. Потому что пьеса – это не говорить слова друг за другом, а найти пространственное решение. И подход к каждому образу отдельно. Борис Михни появляется на сцене в роли официанта – эдакого чудака, который постоянно смешит зрителей. Он работает в гостинице, где и происходит все действо. По сюжету помощник британского премьер-министра решает предпочесть работе уютный номер отеля в компании секретарши. Уже готовые вступить в совершенно неделовые отношения, они обнаруживают за шторами окна тело мужчины. Обнаруженное тело не только мешает планам политику и его подруге, но и сможет их дискредитировать. Поэтому ни в коем случае нельзя звонить в полицию. Но как избавиться от незнакомца? Вот тут для зрителей начинается все самое интересное. Каждый спектакль, он от раза к разу совсем другой, он иной. Там столько много импровизации, такие интересные партнеры, и так классно с ними здорово работать. Поэтому я просто получаю удовольствие от этого спектакля. Пожалуй, это главное, когда актерам, задействованным в спектакле, нравится сам процесс игры. Так намного проще завоевать внимание зрителя. А в случае с номером 13 по-другому просто быть не может. От полного искрометного юмора действия на сцене невозможно отвести взгляд. Впрочем, как и от лица Бориса Михния, для которого главный подарок в день рождения – это любимый спектакль. И смеющиеся зрители в зале.